Более трех тысяч спортсменов из 33 стран мира и три танцевальных направления в одном городе. Это Сочи Оупен. Уникальный, глобальный, мультиспортивный проект Всероссийской Федерации Танцевального Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла, который впервые прошел летом 2019. Танец, по сути своей, он един. Все это танцевальное направление, федерация едина. И вполне логично, что такое мероприятие должно было проходить именно по всем трем направлениям. Сочи Оупен очень гармонично объединил в себе разные танцевальные дисциплины. Обычно турниры по танцевальному спорту, брейкингу и рок-н-роллу проходят отдельно, а здесь новый формат. И он, кажется, всем понравился. Очень символично, что соревнования прошли в Сочи, ведь совсем недавно в Олимпийскую программу был включен брейкинг. И я думаю, что Сочи Оупен дает возможность также другим направлениям танцевального спорта показать, что они динамичны, красивы и энергичны. Международные соревнования и Кубок страны по танцевальному спорту. Представительный турнир в Олимпийской дисциплине брейкинг. Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. В Сочи в июне собрал танцоров разного возраста, пола и уровня, чтобы на неделю погрузить их в атмосферу спортивной борьбы и непрерывного движения. Уровень турнира был сильный только потому, что танцевал вся сборная. Поэтому уже и по российским меркам турнир был... Все, наверное, представители сборной поддержали этот турнир. Очень крутой паркет, очень крутой зал. Болельщики всегда поддерживают. Да, и пары очень сильные, и получаешь удовольствие, когда соревнуюсь с таким уровнем танцевания пар. Баттлы тоже, как всегда, заряжены все. Я не знаю, только положительные эмоции, могу сказать, и все. Все очень круто здесь. Было, конечно, страшно, но надо справляться со своими страхами и идти вперед. Турнир нам очень понравился. Мы танцевали с полной отдачей и на самом деле получили море удовольствия. Организация крутая. Пол крутой, музыка крутая, все судьи. Турнир особо классный, красивый. Мне понравилось очень. Это грандиозный турнир. Он очень хорошо украшен. Очень-очень понравилась атмосфера. Это самая атмосфера, наверное, турнир по красоте, по, в принципе, всему. Я по-настоящему наслаждался этим праздником танцев в Сочи. Всеми, кто выступал на сцене, моими друзьями со всему мира. Это было весело, ярко и очень профессионально. Позитивные, крутые эмоции, потому что, во-первых, очень крутая площадка, большая, то есть такая прям крутая. Вот и народ, и публика, то есть очень достаточно достойного видео. Невероятная атмосфера, да, когда публика поддерживает тебя. Наоборот, ты танцуешь уже много-много туров, а когда люди тебя поддерживают, появляется запасная, так сказать, энергия. Второе дыхание, да. Впечатления нереальные. Это вот ты выходишь на сцену, особенно в финале, и тебя просто прет. Ты кайфуешь на сцене. Вот играет твоя музыка, и ты понимаешь, что это вот часть тебя. Ты оставляешь всю себя на сцене. Турнир, можно сказать, на одном дыхании пролетел. Было очень приятно, много эмоций. Жалко, что быстро все закончилось. Всегда в России наши все крупные турниры, они проходят на очень высоком уровне, поэтому мы, как всегда, впечатлены организацией, впечатлены, как это все происходит на высоком, качественном, хорошем, классном уровне. Самым младшим участникам Сочи-Опен всего семь. Самые опытные выиграли уже не один десяток престижных турниров. Встреча поклонников и кумиров на общих площадках также стала задачей и победой организаторов. Когда выходишь на паркет со столь сильными парами, хочется показывать и бороться все больше и больше. И это настолько подстегивает, когда вокруг тебя невероятные крутые пары, финалисты Grand Slam в чемпионате мира Европы, и они заставляют нас двигаться дальше. Очень много эмоций, потому что дети, которые восхищаются танцеванием, которые учатся, они мотивируют танцевать еще лучше и лучше. Сегодня было такое большое-большое ощущение, и поэтому старались пополнить. Очень крутая организация, все проводится вовремя, очень авторитетная студийская бригада, сильный состав пар, включая чемпионов России, чемпионов мира. Очень приятно танцевать в такой атмосфере с такими сильными парами. Только положительные впечатления исключительно. Подрастающее поколение танцоров – отдельная глава сочинских соревнований. Стремительное развитие детских фар было сложно не заметить в латине, стандарте и акробатическом рок-н-ролле. В брейкинге и вовсе малыши удивляли профессионалов. Были очень крутые баттлы, и сейчас молодое поколение очень сильно развивается. Очень высокий уровень показывает, прям очень мощный. И, соответственно, развитие идет вверх только. Атмосфера очень хорошая, очень много крутых танцоров, которые очень долго занимаются, крутые выходы делают. Сам Сочи Open так круто организован, очень много платформ, хороший диджей, хороший эмси. Ну, если сказать, то очень прикольно здесь получилось. Просто машина, дети, вот сегодня, которые тут были, финалисты, полуфинал, да вообще все баттлы, дети просто, ну, монстры. Они растут сейчас, ну, просто невероятно даже, ну, не сравнится с тем, как вот раньше развивались Би-Бои. Они сейчас очень быстро растут. Очень грязнезное, как бы, мероприятие, и все очень сильно понравилось, да. Мы вообще в жизни второй раз выступаем на мировом соревновании. Это для нас, ну, очень много значит. Мы очень долго готовились и хотели, ну, стать выше и выше. Гостепримный айсберг и уютный ледяной куб. Домом для участников Сочи Open стали олимпийские арены, которые впечатлили зрителей и спортсменов разных стран. А оценивала выступление команд авторитетная международная судейская коллегия. Много судей из разных стран, много приглашенных, и это очень круто. Я невероятно рада, что я их вижу, то, что, ну, Федерация, она дает возможность видеть таких людей. То есть, как бы, все равно, пока у меня сейчас нет возможности выезжать, чтобы видеть их в их же странах, а их привозят к нам, и ты их видишь здесь, и это прям, ну, невероятно, то, что видишь таких легенд. Я благодарна за приглашение на Сочи Open и могу сказать, что это действительно глобальное танцевальное мероприятие. Баттлы высочайшего уровня, лучшие команды, все организовано супер. Конкуренция в каждом из видов соревновательной программы была серьезной. Раздельное решение судей, крики, слезы и разница в несколько баллов доказывают, что заслужить победу в Сочи было крайне непросто. А в финале взрослого турнира по буги-буги танцевали семь пар из шести разных стран. В первую очередь это говорит о конкуренции, что представители разных стран имеют хорошую школу, которая позволяет выводить спортсменов на самые серьезные турниры и добиваться самых высоких результатов. Здорово то, что развиваются действительно все страны. Нет одной страны-лидера. Это, конечно, радует, что наш танец развивается. Мы получили невероятное удовольствие от танца и безумно рады победе. Я просто счастлива. У меня нет слов. Здесь невероятно и классно. Нам очень понравился турнир. Мы хотим сказать огромное спасибо организаторам, что дали такую возможность танцевать на нем, особенно в таком теплом городе, как Сочи. Русские люди, Олимпийский Сочи, погода. Здесь все было прекрасно. Это наша первая победа на Кубке мира. Я не могу объяснить, что чувствую. Мы как будто летаем. Сейчас в душе очень много эмоций. Мы уже и смеялись, и плакали. Это безусловная радость. Хотелось бы вернуться, честно. Я даже задумался уже о том, что, может быть, когда-нибудь на какой-нибудь Grand Slam приехать на пару дней сюда. Ну, очень понравилось, честно. Честно, очень понравилось. Масштабы прикольные. Да, мне тоже очень понравилось. Я вообще первый раз в прекрасном городе Сочи. И могу на 100% сказать, что мне очень понравилось. Я бы с удовольствием вернулась. Вы знаете, большая гордость за то, что президент выбрала такое прекрасное место первоначально и собрала такое безумное количество танцоров. Это большой-большой труд. Я всегда очень люблю выступать в России, потому что у нас тут все друзья, все свои. Всегда нас поддерживают. Очень приятная атмосфера. Очень как-то это по-семейному все, несмотря на то, что масштаб огромный, колоссальный, очень красивый зал. Ну, знаете, такое вот чувствуешь, что надо себя выложить на 100%, потому что атмосфера такая. Но с другой стороны, все очень-очень как-то по-домашнему при этом. Это удивительное сочетание на самом деле. Танцевальная неделя в Сочи завершилась грандиозным праздником. Кульминацией международного проекта «Сочи Оупен-2019» стал Кубок Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, в котором приняли участие команды семи федеральных округов – Дальневосточного, Уральского, Сибирского, Приволжского, Южного, Центрального и Северо-Западного. Впервые на одной сцене прошли соревнования, объединившие три танцевальных направления – танцевальный спорт, буги-вуги и брейкинг. В состав каждой команды входили танцевальный дуэт, пара буги-вуги и тройка бибоев. Действительно необычный кубок. Эмоции самые потрясающие. Команда такая сборная соляночка. Самое фантастическое, что здесь объединены все виды спорта. Мы все сдружились, мы со всеми познакомились. Это было фантастическое, все-таки дружелюбное, общительное. Мы много чего узнали о других видах спорта. Со скольки лет они занимаются, как это все выглядит, что они как называются. Мы поделились своими эмоциями. Это было просто не забываем. Классно, что мы соединяемся и будем дальше идти по этому пути вместе, потому что очень интересное направление. Да, мы уже с ребятами пообщались о каких-то поддержках, которые мы можем также использовать в наших шоу-номерах. В общем, делимся полезным опытом, интересуемся и, надеюсь, все продолжится. По сумме набранных очков, обладателем первого кубка в ЦАР стала команда Дальневосточного федерального округа. Огромная трибуна, куча народу. Такой заряд энергии, где хочется больше и больше, больше, лучше танцевать. И когда ты ждешь награждения, все, коленки трясутся, все подчерки. Это непередаваемые эмоции. Просто сюда. Когда зал тебя поддерживает, когда так кричат трибуны, невероятно хочется зажигать, хочется выдавать все эмоции на максимум, хочется танцевать на максимум. Спасибо, что нас пригласили на этот кубок. Мы очень рады, что мы и выиграли его. У нас большие планы, у нас большое будущее. Наша задача, которая поставлена правительством страны, Министерством спорта Российской Федерации, развитие, вовлечение и завоевание передовых позиций на международном спортивном этапе. Сучуопен получился масштабным, интересным, горячим, душевным, эмоциональным, нарядным, солнечным и праздничным, очень хорошо организованным, и очень действительно крутым. Так свое начало в 2019 году взяла добрая традиция проведения Сочи Оупен. Следующим летом Всероссийская Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла снова ждет спортсменов и зрителей в Олимпийском парке. Мы сказали Сочи до свидания и здравствуй, Сочи 2020. Продолжение следует...